Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить о том, когда и как надо начинать говорить ребенку о Боге. И сегодня мы поразмышляем о борьбе с дурными наклонностями наших детей. Ошибаются родители, когда они смотрят на своего ребенка, как на невинное существо, в котором еще нет никакого зла. Опыт показывает, что ребенок появляется на свет не только с добрыми задатками, но и с дурными. Наука называет эти качества наследственностью, а церковь – следствием первородного греха, повредившего природу человека. Все люди рождаются с унаследованной предрасположенностью к дурному. Поэтому воспитание ребенка непременно должно включать и борьбу с его дурными наклонностями. Не научив его бороться с ними, мы оставим его безоружным в борьбе с соблазнами. Когда ребенок предоставлен самому себе, то, как бы он ни был талантлив, все его добрые качества могут оказаться заглушенными низшими наклонностями. Известно, что каждый ребенок имеет внешнее сходство со своими предками. Один похож на отца, другой – на мать, третий – на бабушку или прабабушку. Но наряду с телесной наследственностью ребенок воспринимает и нравственные черты предков – как хорошие, так и дурные. Причем дурные качества развиваются и закрепляются быстро, и могут заглушить семена добра. Например, как в растительном мире сорные травы всегда гораздо выносливее и агрессивнее садовых и огородных растений. И чтобы вырастить что-либо полезное в саду, нужно постоянно бороться с сорняками. Наблюдая любого ребенка, можно убедиться, как почти с колыбели в нем начинают проявляться отрицательные черты. То он капризничает, то сердится, то нарочно делает не то, что нужно. Очень рано дети начинают лениться, хитрить, обманывать, проявляют жадность и жестокость по отношению к другим детям. А к пяти годам у ребенка уже можно заметить задатки его будущего характера. И если родители не учат его бороться со своими дурными наклонностями, то эти наклонности укрепятся и превратятся в страсти и пороки, с которыми будет очень трудно бороться. Порой родители сетуют на своих детей, говоря, откуда у него такое упрямство, капризы, влечение ко всему запрещенному? Ведь никакого дурного примера он не видит. Кто же его учит? Здесь надо учесть, что учить ребенка злу не надо. Оно уже коренится в нем. Одна мать, наблюдая своего первенца, говорила, у него явным образом проявляются отрицательные черты его отца. К сожалению, добрые качества приобретаются усилием и постоянством, а дурные, как плевелы, сами развиваются. Молодые родители склонны смотреть на эти сорняки легкомысленно, объясняя их неразвитостью ребенка. Вот немного подрастет, думают они, тогда сам поймет, что это плохо, и сам исправится. Думая так, они оставляют без внимания эти дурные наклонности и не учат его бороться с ними. Они скорее склонны удовлетворить всякий каприз ребенка, действуя по известной пословице, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А психология и религия учат нас, что всякое проявление зла в душе надо преодолевать в самом начале, пока оно не окрепло. Если же мы оставим его без внимания, то от повторения оно превратится в привычку. Горько потом раскаиваются родители, которые по излишней мягкости или неразумной любви, слепой любви к ребенку, жалеют и не наказывают его. Впоследствии уже трудно перевоспитать. И ребенок вырастает своевольным и распущенным. Вот что писал в свое время преснопамятный протеерей отец Иоанн Кронштадтский. Родители и воспитатели, со всей заботливостью остерегайте своих детей от капризов. Иначе дети заразят в сердце свое злобой, рано утратив святую любовь. А по достижению совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком потворствовали их капризом. Каприз – зародыш сердечной порчи. Родители должны с самых малых лет воспитывать детей так, чтобы они чувствовали, что есть дозволенное и недозволенное. Разумное запрещение и легкие наказания, по-видимому, совершенно необходимы. И будьте уверены, что даже самый маленький ребенок поймет, что есть вещи дозволенные и недозволенные. Понимая, что недозволенные вещи влекут за собой неприятные последствия, ребенок будет избегать всего запрещенного. Этим путем вы заложите в нем здоровый фундамент для дальнейшего воспитания. Его детская воля, еще только начинающая формироваться, будет уже подготовлена к тому, что в жизни надо подчиняться установленным правилам. Субтитры создавал DimaTorzok